Свист, а тех наверх, друзья, Александр Петров сегодня с вами, у меня в гостях целая куча новых корабликов, которые мы сейчас с вами будем осматривать и обсуждать. К сожалению, скажу сразу, выходить в бой на них нельзя, поэтому у нас сегодня только обзорная экскурсия. Итак, начинаем мы с немецкого линкора под названием Prince Eitel Friedrich. Ну, если уж простят меня немцы, надеюсь, что все более-менее правильно я произнес. Если что, напишите в комментариях, как именно его нужно произносить. Это не совсем линкор, это линейный крейсер, если верить Википедии. Правда, нашел я всего-то здесь статью на немецком про эти корабли. Ну и вот в переводе написано, что это линейные крейсера типа Mackenzie, типа непостроенных линейных крейсеров. Эпохи Первой мировой войны. В общем-то, корабли были не построены, но вы знаете, что у нас в игре возможно всякое. Итак, давайте посмотрим, что это за аппарат и как он будет чувствовать себя на шестом уровне. Сразу видно, что корабль достаточно длинный, в отличие от Баварии, которая у нас на этом уровне присутствует. Ну и самое интересное, давайте посмотрим схему бронирования. А бронирование достаточно неплохое. А для своего уровня 300 мм под водой, верхний бронепояс 270, это значит, что в принципе линкоры могут его и даже запросто цитаделить. Палуба 25 мм одна и еще 25 мм вторая палуба, 50 мм здесь. Ну, в общем и целом, выглядит неплохо. Есть достаточно внушительный носовой бронепояс 120 мм, траверс 250, но при выстреле издалека можно пробить и вот этот 32 мм. Здесь 225. Ну, в общем, я думаю, что в траверс пробить, если стрелять вот где-то вот так вот, есть вполне себе вариант пробить, потому что здесь носовой бронепояс всего 30 мм и носовая палуба 25 мм. Вариант пробить в нос есть, в борт тоже можно. В общем-то, существуют варианты. Ладно, давайте продолжим. 1300 единиц, по-моему, вполне себе впечатляющий результат. Я вот про Баварию сейчас прямо не скажу, но у нее, наверное, где-то что-то плюс-минус то же самое. Вообще, линейный крейсер обычно не скупятся на ХП здесь, поэтому 51.600, друзья, 51.600. Вот, так, блин, теперь мне надо опять выставить здесь вот так вот. 51.600, а здесь 52.300, даже больше. Но корабль сам по себе в размерах больше, он немножко пониже у нас, чем Бавария визуально. Вообще, достаточно низкий корабль. И я не знаю, какая у него была там мореходность в реальности. Он не был построен, была бы. Потому что, мне кажется, что через вот эти вот башни заливалась бы вода при достаточно такой даже небольшой качке. Ну, я, конечно, тот еще мореход, но мне кажется, что это могло бы быть. Ладно, окей. Снижение урона 27% у нас. И перейдем к артиллерии. Артиллерия, перезарядка 24 секунды. Отлично. Калибр 350 миллиметров. В общем, для шестого уровня ничего такого особо не слабый, не супермощный. В среднем здесь 356 на этом уровне. Ну, кстати, с введением новых кораблей есть и более слабый. Калибр 340. Есть, конечно, и 380. Да есть, возьми, черт, и 406, если рассматривать муцу. В общем, все неплохо. И перезарядка 24 секунды. Это очень прилично. Начальная скорость 815. Ну, такое. В общем, в ближнем бою я должен, думаю, что он должен более-менее точно стрелять. 17.8 дальней стрельбы. Вот это, конечно, затык. Но, опять же, уровень шестой. И вот этих 18 километров может вполне себе и хватит. На Колорадо на седьмом уровне напоминаю, по-моему, 17.8 дальность тоже. Так что 17.9 это еще с модулем. Так что ничего, корабль живет. Что касается ПВО. Здесь у нас установлены установки 105 миллиметров. Кстати, что касается противоминного калибра. 5.0 дальней стрельбы. Это значит, что раскрутить его можно на 7.2 получается. Ну, ПМК, не знаю, смысла, наверное, брать особо нет. Хотя я вот на Баварии иногда и делаю ПМК-шный билд и ничего себе, так нормально чувствую. Ладно, окей. Значит, 105 миллиметров ПВО. Дальность стрельбы 4.5. Докрутить можно до 6.2 или 6.5, наверное, где-то плюс-минус. Так. Неплохо. Вполне себе неплохо. Вполне себе внушительное ПВО. Средняя аура слабенькая. В основном именно вот эти вот 8 универсальных орудий очень хорошо отрабатывают. Так, что касается маневренности. Максималка 28 узлов. Ну, не особо героический показатель, но для своего уровня вполне себе неплохой. Американцы, опять же, ходят гораздо медленнее. Циркуляция 800 метров. Очень прилично. Это на уровне Шармхорста. И перекладка руля 14. Соответственно, с модулем будет порядка 11. Вообще, по маневренности напоминает Шармхорст прям один в один. Ну, и раз, что за исключением скорости. На шарике больше 30 узлов. О-о-о! Маскировка 12.4. Это, друзья, значит, что при наличии там командира... А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Допустим, вот это вот возьмем. Ну, хотя, с дружеской, без разницы, что взять. Мы не можем выйти на нем в бой. 10 и сколько? 10,7. Незаметность. То есть, на этом корабле, в принципе, можно подкрадываться, друзья. Вот это уже интересно. Вот это прям серьезно интересно. Ну, что? Мне кажется, что вот этот Эйтл Фридрих будет весьма и весьма любопытным кораблем, друзья. Будем ждать. Ну, и я надеюсь на нем покататься в самое ближайшее время. Я очень люблю немецкие линкоры. И, в общем-то, это, наверное, любимый для меня класс линкорный. Потому что я люблю ПМК и люблю ближний бой. И здесь мне кажется, что это можно будет реализовать. Не знаю, посмотрим. Броня, конечно, тонковата, но тем не менее. Ну, и для обзора у нас, друзья, что? У нас добавляется, во-первых, новый французский линкор 9 уровня. Соответственно, я так понимаю, что это будет корабль либо за свободку, либо за какой-нибудь там уголь, сталь и все такое. Но мы сейчас дойдем до него в конце и посмотрим ветку британских эсминцев, друзья. Ну, это вообще, по-моему, по-моему, прям вот, не знаю, по-моему, чисто америкашка такая. Давайте посмотрим, что за корабль. Медея, второй уровень. Что у нас здесь есть? Есть ли у нас фугасы? Самое главное. Фугасы есть. Это радует. Это, в общем, вполне себе неплохо. Значит, здесь два аппарата торпедных, по две торпеды. Снаряжение. Два демогенератора, ну и полнормально. Артиллерия, 102 миллиметра, три орудия. Торпеды идут на... А, у нас тут еще, кстати, есть... Ага, у нас тут еще есть вариант топовый и стоковый. Торпеды идут на 6 километров. Ну, так себе посудено, если честно, думаю, что весьма проходная. Идем дальше. Валькирия. Сразу поставим топовые модули. Валькирия. Четыре орудия калибра 102 миллиметра. Тоже характерные для англичан пушечки. Есть фугасы. Торпеды 6 километров. 10 тысяч урон, 53 узла. Ну, так себе торпеды. Честно говоря. Этот, мне кажется, страдать будет больше, чем следующий. Маскировка 6,3. А вот маскировка отличная. Получается, что... Вообще, давайте не будем мучиться, а возьмем сразу капитана и выкачаем его в инвиз. И будем просто пересаживать туда-сюда, чтобы понять, какая тут на нем будет маскировка. Так. Ого! Маскировка 5,7. Неплохо. Для своего уровня неплохо. Хотя корабль достаточно большой по размерам. Ну, ладно. И урон, в общем, ничего, достаточно стандартный. Продолжаем. Вейкфул. Эсминец типа W. Проект Адмиралтейста. Представляющий себе дальнейшее развитие лидеров эсминцев типа W. А может, это лидер эсминцев типа W? А, это лидер эсминцев, друзья, типа W. Вот почему он такой большой и длинный. Мне кажется, у него маневрность... Нет, 500 вроде нормально. Неплохо поворачивает. Ну, ладно. Так. Имел на вооружении трехтрубный торпедный аппарат. Один из вариантов переоборудования предлагал усиление артиллерии за счет перехода к 120-мм орудию. И было ли это у нас воплощено? Походу, нет. Нет. Этого не было. Здесь, кстати, пушки, несмотря... А, нет, подождите. Стоп. Вы это тоже видите, да? А, то есть, понятно. Смотрите. Сейчас у нас пушки 102 мм. И пушки изучать не надо. Когда мы меняем на топовый корпус, пушки превращаются в 120-мм. Занятно. Ну, ладно. Окей, продолжаем разговор. Торпеды все те же шесть узлов, те же три узла. Ну, как бы, получается, корабль более все-таки артиллерийский, чем торпедный. Хотя торпед... Вот, если брать вот торпеды стройные вот такие, мне кажется, что... Они должны достаточно иметь узкий веер. Ну, и здесь наверняка есть подтрубный пуск, я так думаю. Так, берем. И смотрим, какой у нас тут дальность засвета. 5,8. Неплохо. Ну, и дальше идем уже героическая Акаста. Стандартный эсминец ВМС, обладавший очень сложными характеристиками. Компоновкой от кораблей предусмотренных отличался увеличенным размером наличия 4-х трубных торпедных аппаратов. Акаста, безусловно, один из суперизвестных серий британских эсминцев. Чего уж тут говорить. Так, смотрим орудие. Уже 120 миллиметров. 4 орудия. Чем оно будет сопротивляться тому же гремящему? Здесь у нас... Ого, 8 торпед. Неплохо. Что за торпеды? Это все еще те же 6 километров. Ну, я думаю, так ничего будет особо не будет меняться. Что, кстати, по баллистике? 808. Ну, достаточно неплохая даже баллистика. 808. Это не американские эсминцы. Это все-таки должно быть немножко получше. Так, что еще тут есть хорошего? Да, в общем-то... Около 6 получается маскировка. Это уже, конечно, похуже, кстати. Да, не такое, чтобы он будет незаметный. Шестой уровень. Икарус. Здесь два варианта торпед. Давайте посмотрим, чем отличается. И на Икарусе появляется первая гидроакустика. Вообще, британские эсминцы будут гидроакустичными. У них у всех будет гидроакустика. Вот, начиная там с... Какого? 6-го, получается, уровня. Но фишка этой гидроакустики будет в том, что она не очень далеко бьет. Но долго работает. 3 минуты она вот без всяких усилений пашет. Если я не ошибаюсь, давайте возьмем какой-нибудь немец. Немецкий эсминец есть какой-нибудь? Никакого нету. Ну, в общем, у немецких эсминцев... А, надо было сбросить вот это вот. Гидроакустика по умолчанию, по-моему... А, у Гаеда надо взять топовый корпус, чтобы она была. 5. Берем. Установить. По умолчанию она работает 92 секунды. То есть, в два раза меньше, чем у британца. У британца практически постоянно будет работать гидроач. Ну, в общем, любопытно. Но гидроакустика, она очень недалеко работает. Практически под носом, получается. Вот этот Wakeful... А, не Wakeful. Мы смотрим и Karus. Принадлежал к последней серии тип А и стандартных эсминцев МС Великобритании. На кораблях этого типа состоялся переход от 4-трубных к 5-трубным торпедным аппаратам. 5-трубный аппарат на... Ого-го, ничего себе, 5-трубный аппарат на таком уровне, это любопытно. Ну, давайте посмотрим, что же здесь за торпеды. Получается, два варианта. 6-километровый и 7-километровый. Неужели такая прям... А, здесь они 4-трубные, а тут они становятся 5-трубные на 7 километров. Вот это уже достойные торпеды для 6-го уровня. Вполне себе уже неплохо. Напоминаю, что аппарат 5-трубный. Кстати, достаточно мощные торпеды, 15 тысяч урон. В общем, неплохо. Ну, 59 узлов, конечно, немножко смущает. Любопытный. Вот, пожалуй, первый любопытный аппарат это и Karus. Как он будет себя вести? Посмотрим. Давайте посмотрим дальность засвета. Чуть больше шестерки опять получается. 6,2. Да, ну, 6,2 это, конечно, не очень шоколадно. Чего уж тут говорить. Ладно, продолжаем наш обзор. Дальше у нас идет Джервис. И это вот, опять же, все вот эти Хайда класс. То есть, у нас уже есть такая Хайда в игре. Такая Хайда такая в игре у нас есть, черт возьми. Чем он будет отличаться от Хайды? Тем, что здесь у нас, опять же, два торпедных аппарата. ПВО у нас нету. Это не универсальное орудие 120 мм. Здесь установлено три сдвоенных башни. Заметность кораблей, ого-го, 7,2. В отличие от Гайды, конечно, заметность большая. Но Гайду вроде нерфить обещали, поэтому, возможно... Или не Гайду, Казак вроде обещали нерфить. Возможно, что это будет не так-то и... 6,5 заметность кораблей. Ну, как Блосковица. Прям вот примерно так. Блосковица, по-моему, тоже 6,5. Торпеды идут на 7. Скорость хода 59. Торпеды такие же, как на предыдущем корабле. Ну, мне кажется, на этом G-RVC немножко придется пострадать. Конечно. Если честно, я никаких особых таких плюсов у него пока что не вижу. В общем, разве что... Да нет. В общем, все абсолютно одинаковое. Ладно, посмотрим, что у нас происходит на восьмом уровне. Эсминец типа L представлял собой дальнейшее развитие кораблей типа J. От предшественников отличался меньшим числом торпедных труб. И, ну, более мощными 120-мм орудиями, размещенными в башнях, конструкция которых позволяла вести огонь по самолетам. Ага. Здесь у нас впервые, получается, устанавливаются у нас универсальные башни. Так же, как, допустим, на том же Бенсене. Окей. В общем, установки выглядят достаточно приятно. Что касается торпед, они 8-километровые. 15800, перезарядка, кстати, 96 секунд. Достаточно быстро перезаряжаются торпедные аппараты. Но... Так, давайте посмотрим, насколько светится наш корабль. Вообще, мне интересными кажутся эти эсминцы, потому что они вроде как и не торпедные, вроде как бы и не за пушки. Они такие универсальные, типа американцев, но вроде как с лучшей баллистикой. Давайте посмотрим. Ага, лучшая баллистика. Сглазил. То есть, улучшенные, да? Вы все прочитали? Вы слышали? Улучшенные орудия в башне. 774 метра в секунду. А здесь у нас... 808. Ну да, улучшение, конечно, налицо. Чего тут греха таить? Кстати, улучшение, видимо, заключается только... Не знаю, скорости перезарядки, может. Да нет, такая же перезарядка. В чем заключается улучшение? В том, что скорость полета снаряда стала хуже. Ну, такое. Максимальный урон не изменился. Дальность стрельбы 12,2. С модулем. За свет. Заметность кораблей 5,7. Ну, тоже не сказать, что прям героическое достижение. Бенсона 5,8. У японцев там, у некоторых, 5,4. Ну, ладно. В общем, тоже корабль более-менее ничего. Чего, кстати, по маневрности? Давайте глянем. 590 метров циркуляции. 3,8 секунды. Ну, так себе не сказать, что прям бабочка, но... Можно играть. Так, далее. Ютланд. Один из эсминцев типа Battle, проектировавший с учетом опыта Второй мировой войны, обладая очень мощным ПВО. За счет более совершенно зенитных автоматов и артиллерии, главного калибра, ставший в полной мере универсальный. Так, подождите. Давайте попробуем понять, чем же такая мощная ПВО. Может быть, ну, я вот смотрел на главный калибр, да? Давайте посмотрим. Может быть, здесь какая-то другая. 23. Угу. Ага, здесь серликоны очень хорошо бьют на ближней ауре. У нас что-то заградка есть. Давайте поглядим. Нет. Заградки здесь нет. На Ютланде наличие. Заградки тоже нет. Так, что касается, давайте посмотрим незаметности. Маскировочка у нас тут какая. Сразу проверим. Почему я не могу взять этого КЭПа? Окей. Демобилизовать. А, может, места нет? Так, взяли КЭПа и смотрим. И смотрим. Маскировка. Нормально. Ну, получается примерно то же самое, что и у американцев. 5,7-5,8. Торпеды. О, появляются 10-километровые. Здесь, кстати, торпеды у нас восьмерки. Здесь десяточки. Урон слабоват для девятого урона. 15-500. Перезарядка. Ну, достаточно шустро, кстати, перезаряжается. С учетом всех плюшек, которые можно на него понаставить. И заметность 1,3. Ну, напоминает американцев. Напоминает американцев кораблики. Начальная скорость 746. Вы что, издеваетесь, что ли? То есть, начальная скорость становится хуже и хуже от корабля к кораблю. То есть, если на предыдущем она была 707, то здесь вообще 746. Я просто даже боюсь подумать 746. Ну, давайте сравним. Опять же. Нет, не так. Мы сейчас зайдем в развитие. И посмотрим. Может быть, я, конечно, просто гоню. Может быть, это абсолютно нормальная ситуация. Допустим, для Флетчера. У него даже, по-моему, больше. 792. Хотя баллистика Флетчера, вы сами знаете, какая. Ну, в принципе, начальная скорость снаряда особо ни о чем не говорит, если честно. Да, это такой более эмпирический показатель. А, блин, слушайте, я туплю. Я же без камуфляжа еще смотрю незаметность. Если мы возьмем незаметность с камуфляжем, то здесь будет все гораздо лучше. А ну-ка, дайте попробуем. Да, я же лошара. 5,5. Вот, что интересно. Вот оно, что интересно. Ну, соответственно, по незаметности они будут равняться японцам. Вот это уже, друзья, гораздо интереснее. Даже эту сраную баллистику, в принципе, можно им простить. Окей. Продолжаем разговор. Это мне нравится. Получается, что они будут подбираться... Подождите. 546. Ну да, все правильно. Подбираться поближе к противнику и оттуда ему делать пиу-пиу. Ну, хорошо. Смотрим на Деринг. Это почти как Геринг, только Деринг. У Ютлэнда, кстати, количество орудий-то я не сказал. Ну, у них у всех, я смотрю, одинаковое. Три сдвоенных. И у Деринга, кстати, будет то же самое. И вот это вот интересно. Как он будет воевать на трех... Ой, блин, какой он здоровый лось-то. Посмотрите, какой борт. Представляете, против Юянга такая дура выходит с таким бортом. Юянг такой, потирая ручки, заряжая ББХи. Сколько у него бронирования? Нет, девятнашка. Ну, не знаю. Это можно и ББшки не заряжать. Мне кажется, с таким гигантским бортом ловить снаряды можно будет только в путь. Давайте посадим здесь командира. Блин, опять у тебя места не хватает. Давай, демобилизуем тебя, счеты. Счет нервничает, демобилизовали, и все нормально. Так. Здесь у нас получается... 5,7. Ну, тут не сказать уж прям так, как на уровне Юянга, по-моему, тоже 5,7 или 5,8. Где что-то в этом роли. Так, ладно, появляется ли здесь заградка, наконец-то, или же нет? Нет, пока заградки, я так понимаю, нет. Вообще, ничего нового там не появляется. Что касается торпед, ох-ох-ох-о. То есть, ну, торпеды. 16 тысяч урона на таком уровне, на десятом, это, конечно, что-то как-то вообще печально. Я себе представлю, как в мире РЛС ты подходишь с своими 10-км торпедами, и тебе вот в эту шапочку прям напихивают, напихивают вот сюда вот. Хотите, сэр, маночки? Хотите, сэр, пудинг? И пудинги вот сюда тебе набрасывают. Ну, да. Опять же, без заградки говорить о ПВО достаточно такая мухная идея, потому что ПВО без заградки, в принципе, в нашей игре не существует. Маневренность более или менее неплохая, но перекладка руля тоже что-то 4.6 не внушает доверия. Вообще, топ, мне кажется, нуждается в приличном ребалансе, потому что я, ну, я не видел его в игре, я не знаю, может быть, у него есть какие-то там суперсекретные фишки. Главный калибр у него, кстати, а, у него скорость перезарядки 2.5 секунды, о-о-о-о-о, это просто жесть. Баллистика, кстати, тоже 746, дальность стрельбы 13.8, ну, я думаю, дальше 10 км вряд ли он будет попадать. Окей, это стальной дождь, но это калибр 114 мм, и даже под инерционкой шансов того, что он будет много чего пробивать, я думаю, что нету. Получается, и вообще, кстати, вот калибры этих корабликов 3.5 перезарядка, ну, быстро, быстро перезаряжаться будет хорошо. Проблема в том, что, черт возьми, с такой баллистикой, как и 120-114 мм вот у того же Ютланда, даже с инерционкой пойди пробей, что? Ну, эсминец ты там, допустим, пробьешь, наверное, даже, надо посчитать, возможно, даже без инерционки пробьешь, а вот все остальное пробить фугасами, да даже с инерционкой будет сложно. Не знаю, не знаю, как это будет играться, но посмотрим. Друзья, поставьте лайк, если вы любите все свое время, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих новых кораблей, новой ветки эсминцев. Мне нравится их незаметность, но слабые торпеды и непонятно как работающие ГК немножко меня напрягает. Ну и, друзья, Жанбар. Французский линкор девятого уровня, почему-то будет у нас он девятого. Я не знаю, как именно, опять же, будет он распространяться. Ох ты, не серегайся, какая сзади красота. Давайте откроем Ришелье сразу, чтобы сравнивать его хотя бы визуально. Ришелье, 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 Ришелье. Блин, а у нас мы не сможем, наверное, да, тут надо изучить сначала что-то, не сможем, или мы сможем изучить? Ну-ка, дайте попробуем. Можем мы изучить Ришелье? Вообще, по идее, должны бы. Мне кажется, все так недорого. У нас много свободки вроде бы. Давайте изучим Ришелье. А че Ришелье? Недорого. Да, Ришелье получается у нас изучить. Сейчас мы будем прямо на нем и все это дело сравнивать. Выглядит, конечно, этот джанбар любопытно. Но, опять же, вот это вот расположение орудий, честно говоря, немножко подкаливало на Ришелье. И когда у меня появилась возможность поставить нормальные пушки на Эльзасе, то есть у тебя и спереди есть, черт возьми, орудие, и сзади есть орудие, тебе как бы живется все-таки немножко спокойней. Ты можешь там в случае чего уходя отстреливаться без особых там болезненных проблем для себя. Так, это мы сбросили. И получаем вот мы этот из жанбар Ришелье. Мне сразу хочется посмотреть на корму. А, ну тут вообще, да, примерно та же самая история. Ага, посмотрите. Я сразу вижу визуально по ПМК корабль будет оооочень интересным. Посмотрите. Ну это, наверное, будет ПВО. Установки ПВО. Просто зверское ПВО должно быть у этого корабля. У него, ага, ну только вот, вот это, как это, наверное, средняя аура. Не знаю, ближняя это аура или средняя. 4,5, 5, ну нет, ближняя, ну а может и средняя. Наверное, средняя. Короче, вот эти вот установки, они понатыканы везде, 57 миллиметров. Их много по всему корпусу, и они просто... А это, мне кажется, мехвориор какой-то там, подождите. Эй, верните мне мехвориор, он тут застрял у вас. Вот, два мехвориора застряли... А что это вообще? А что это? Может это какой-то сонар? Или радар? Что это за мехвориор такой? Мне кажется, тут откусили голову Пумы. Для тех, кто знает, что такое мехвориор. И поставили ее сюда. Ну реально, а что это? Расскажите, это интересно. А вообще, существовал ли этот корабль? Жанбар, линейный корабль. В процессе достройки получил самый современный зенитно-артиллеристский системы. Ну, видимо, был построен, я так понимаю. Слушайте, ну очень интересно. ПВО, конечно, очень мощное. И самое главное, что... Здесь... Нет, ну ручка здесь тоже пригодится. В общем, любая, наверное, девятка отдыхает. Даже, может быть, Айова. Ну, вот это вот, конечно, ближняя аура прям очень мощная. Не знаю, насчет Айова. Но любой корабль совершенно точно отдыхает по сравнению с этим ПВО. Окей, продолжаем разговор. Живучий 69 тысяч. Ну... 59 тысяч для девяточки. Это, знаете, это ближе к линейному крейсеру, наверное. Там, по-моему, у Сталинграда около 70. Маловато. Маловато. Но, надеюсь, что добалансит. Бронирование. 32 миллиметра. Честное. Везде хорошо. Здесь 32. Противоторпедные були. И бронепояс 330. Неплохо. Траверс. Ну, траверс слабоват. Вот здесь вот 233. И здесь... О-о-о-о-о, 22. То есть... Вот. Я прям вижу. Знаете, вы выходите такой, думаете, сейчас я потанчу на своем новом Жанбаре. Или Жанбарте. Уж не знаю, как его там называют. Может, он Жанбард. Выходите такой носом. Такой. Ра. Два. А тут тебе херак через палубу вот в этот траверс. И дальше в цитадель. Прямиком. Ну, мне правда сложно сказать, какая там дальше броня у цитадели. Можно, наверное, попробовать снять палубы. Палуба цитадели 40 миллиметров. Еще палуба 150. А здесь у нас 230. Ну, хрен знает. Мне кажется, есть вариант все-таки пробития здесь. Может быть, я, конечно, драматизирую. Так, ладно. На это посмотрели. Живучесть ничего. Ну, знаете, бывает на этих уровнях и похуже корабли в плане живучести. Нормально. Главный калибр 305, ну, 380 миллиметров, 26 секунд перезарядка, неплохо. Максимальное рассеивание 306 метров. Ну, сложно сказать, потому что достаточно большое расстояние стрельбы. Сложно сказать, насколько именно пуляет. Окей. А пушки выглядят неплохо. 830 скорость полет снаряда. Достойно для линкора. Вспомогательное вооружение. Так, 12 100 миллиметровых башен. Это вот эти вот. И 3 по 3 152. Если брать Ришелье, то здесь всего 6 таких башен, а там 12. Соответственно, ПМК здесь должно быть значительно лучше. Ну, я думаю, что, если честно, до ПМК Эльзаса, наверное, все-таки он не добьет. Хотя вот эти, конечно, башни выглядят интересно. А чем они стреляют? Фугасами. А эти тоже фугасами. Баллистика 870, тут 855. Перезарядка 3 секунды. Слушайте, но... Не знаю. ПМК выглядит интересно. То есть, я люблю ПМКшные корабли, ближний бой. И для меня этот корабль будет явно любопытен. Что по маневренности? 30 узлов, 850, 16. Ну, нормально. Более-менее. Заметность 15,9. Тоже неплохо. Слушайте, друзья. Ну, в общем и целом, корабли получились достаточно занятными и интересными. Я насчет британских эсминцев, честно говоря, пока такое. А вот линкоры новые мне прям очень даже понравились. Так что ждем, когда дадут в ручки пощупать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Тури с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok